Вот уже восьмой год подряд у непрофессиональных хоккеистов города появляется шанс почувствовать настоящий соревновательный опыт и побороться за весомые награды. Кубок главы Владивостока сегодня главное состязание местных любительских команд. В этот раз турнир собрал 16 коллективов. Есть и новички, и этакие ветераны чемпионата. Чемпионат проводится уже восьмой год на дворовых площадках. Изначально эта идея была развить массовый дворовой спорт для того, чтобы люди не сидели дома, а приобщались к здоровому образу жизни. Коллективы во Владивостоке собрались самые разноплановые, о чем говорят только названия. Марпех, Акулывы МТП, Адмирал Кузнецов и другие. Всех хоккеистов здесь объединяет одно. Они по правилам должны быть любителями и не принимать участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. Формат групповой. Каждый матч турнира длится два периода по 20 минут грязного времени. Правда и болельщики, и сами игроки считают, что этого маловато. Конечно нужно, только надо чуть регламенты менять, чтобы не в один день по две игры играть, а побольше растягивать на всю зиму. Люди ждут этого хоккея, а проводят как-то быстро. Надо расширять, наверное. Так все устраивает, молодцы. Первые игры прошли довольно ярко. Зрители увидели и плотную борьбу, и немалое количество голов. По итогам группового этапа больше всего очков набрала команда «Акулы» ВМТП, которая и стала первым полуфиналистом Кубка. Очень тяжело соперник был. Вообще хорошие. Молодцы пацаны. Хорошо играли. Было очень тяжело. Мы собрались все-таки, смогли. Было мало замен. А команду выставили первый раз. Первый сезон наш, короче. Теперь каждые выходные, вплоть до марта, соревнования будут выявлять сильнейших, которые будут проходить дальше и становиться все ближе к заветному Кубку. Напомню, что в прошлом году главные награды турнира забрала команда «Беркут». Максим Яковлев. Новости спорта на восьмом.